Так, специально по просьбе Алексея Сапожникова из Вологды показать как лично я обрабатываю, я конечно не мастер обработки и вообще фотошоп я не очень люблю больше, мне нравится все-таки изначально правильно работать со светом, не допускать грубых ошибок, как например вот фотография, которую мне прислал товарищ Алексей. Здесь конечно недоэкспонированный снимок примерно на пол ступени, одну ступень, где-то наверное ближе к одной ступени. Видно конечно что канонская оптика, точнее вообще все канонская. Цвета достаточно приятные, а вот в плане резкости, качества мне это уже не нравится. Ну что поделать, что есть, то собственно говоря и есть. Сейчас я в первую очередь сделаю это регулировку резкости, чтобы потом не забыть о ней. Ставлю я 100, обычно. Вот немножко подрегулировали. Баланс белого мне в целом нравится, дальше смотрим что у нас по экспозиции. Я добавляю вот пол ступени. Пол ступени в принципе достаточно, но чуть-чуть побольше все-таки хочется. Вот у нас начинают появляться пересветы. Ну вот так наверное я ставлю. Хотя до одной ступени наверное можно дотянуть. Да, можно вполне. Дальше контрастность. Контрастность обычно ставлю на полтинник. Но я всегда смотрю на изображение, как оно себя поведет. Если оно поведет себя плохо, и высокая контрастность плохо скажется на фотографии, то конечно буду понижать. Немножко подниму насыщенность, где-то на 10. Четкость также на 10. Обычно эти все три параметра я поднимаю на десятку. Ну, тоже смотрю по фотографии, если оно мне позволяет это сделать. Какой здесь например насыщенность 10, мне как-то немножко не нравится. Я сделал пятерку наверное. Да, я все на 5 переведу. Поменьше чуть-чуть сделаю, чуть меньше контраста сделаю. Немножко мне не нравится, что она такая. Нет какого-то определенного одного инструмента. Что ты взял, допустим, один раз это все обработал, посмотрел и все, у тебя готова идеальная фотография. Такого не бывает. Если ты взял сделать один конкретный портрет, то ты делаешь один конкретный портрет. Так, с этим вроде бы все. Я бы мог еще заполнять свет немножко добавить, потому что у тебя его не было, ты стоял в тени. Ну, чуть-чуть буквально. Давай двадцаточку наверное сделаем. Да, наверное двадцатку я оставлю. Так, здесь в принципе уже и все. Можно переходить полностью в фотошоп. Здесь я больше вот сейчас ничего такого не вижу. Каждый раз, кстати, когда я обработал фотографии, вот видите, я не фотошопер. Я не умею делать одно и то же, допустим, с одной и то же фотографией, потому что я один раз как-то один вариант увижу, в другой раз я увижу другой вариант. Вот и так далее. То есть всегда все по-разному в принципе получается. Да, есть какие-то определенные шаблонные методы обработки, методы коррекции фотографии. Но в целом я всегда все по-разному делаю. Каждому фотографию хожу по-разному. Поэтому я не могу одно фото обработав... Еще раз забыл, профиль переостроить. Ну и вахер с ним. То есть одно фото обработав... Блять. В одной манере и потеряв его уже проявленное и фотошопленное, я не смогу повторить этот результат. Я повторю по-другому. Да, может быть оно будет и лучше даже. Но это неизвестно. Так, сейчас я сразу обращаю внимание на дефекты кожи, которые у нас наверняка присутствуют. Ну вот небольшие. Их я буду... Восстановочной кистью захерачивать. Не штампом. Штамп он убивает текстуру и все остальное. Он делает вот эти вот пятна отвратительные. Про которые, кстати, я уже говорил тебе неоднократно. Все потихоньку, не спеша, никуда не торопимся. Вот здесь немножко подтереть. И вот так, вот так, вот так. Медленно, наверное, мы продвигаемся к цели. Есть у меня набор фильтров тут стоит. Я потом покажу тоже, как я их применяю. Называется Nickelore Effects Pro вроде бы. Как-то так. Извиняюсь, что я такой, конечно, кроталый. Но что есть, что есть. Конечно, да, я тут, я не знаю, что-то снимал на там рону своего, наверное. Вот я не заглядывал в метаданные. Но резкость, конечно, отвратительная. Вот что не... Вот это что такое у нас. Где-то пятна у тебя тут. Более штучи. Так. Ну вот, в принципе, изначально уже все готово. Что я делаю дальше? Дальше я создаю второй слой. Копирую этот. Фоновый. И продолжаю так же все делать. Но только более грубо все это уже будет. Допустим, я беру здесь... Копию. И вот так вот. Наплевательски на эту фотографию. Херачил вот здесь вот немножко. Чуть-чуть и омолодим. Сейчас у меня закончится. Что-то у меня компьютер сегодня подвисает немного. Ну вот, медуза в глотку почти готова. Сейчас вам сообразить, что вообще надо делать. Конечно, это, видать, то, что запись работает с экрана. Наверное, вот это еще сказывается. Так, далее переходим в режим вычисления, изображение, далее вычисление. Выбираем везде не объединено, а фон. Фон и фон. Наложение у нас будет обычное. Канал, пускай, будет красный. И результатом будет выделение. Готово. Готово. Зажимаем клавишу Alt. Нажимаем на маску. Все. Я чуть-чуть совсем смягчил. Это почти незаметно, но самое малое я смягчил. Вот эту область. Глаз. Это очень слабо заметно, но оно есть. Спорить тут не надо. Так, дальше, значит, слои. Объединяю вот эти слои, которые у нас есть. Мне больше тут ничего не хочется делать. Далее, мое следующее действие. Это самый муторный вариант обработки. Я, как правило, такой херней еще не страдаю, потому что не люблю добиваться каких-то идеальных, там, ровных лиц. У человека должно быть лицо как лицо, а не... Не знаю, как... Отштукатуренная херня какая-то. Что я делаю, блядь? Фильтр. А, у меня было изображение. Режим 8-битный канал перевести. Да, конечно, запись немножко притупляет все. Оперативку подъедает у меня довольно-таки хорошо. К сожалению, оперативка у меня немного, всего 3 гига, поэтому... Когда вот нет записи, нормально все. Быстренько и шустренько. А сейчас вот... Увы. Итак, первое, что я делаю, это... Размытие. Размытие по гауссу. И... Размытие будет 10 пикселей. У меня уже тут, как правило, все стоит. Сейчас закончу, пока он все это сделает. Да, конечно, надо покупать еще несколько оперативок. В идеале, чтобы было гигов хотя бы 6. Ну, хотя бы 4 даже. А не моей 3. То очень похоже на какую-то раненую дичь. Так, текстура. Зерно. Здесь тоже, в принципе, всегда смотрю по фотографии. Вот сейчас у нас появится окно. Окно, окно. Ну, сука, давай быстрее ты. Вот за это я не люблю фотошоп. Потому что иногда приходится что-то ждать, что-то где-то. В Моне куда лучше все-таки сидеть спокойно и работать со светом. Выбирать, подбирать, где что, как поставить, куда чего направить. Так, где он твой фейс? Вот он. Так, смотрим. Ну, в принципе, мне нравится, какую он текстуру дает. Окей. Сейчас он создаст второй слой, который будет размыт по галлосу. Это сделает очень ровную кожу у тебя. Это будет очень жестоко. С этим можно переборщить легко. Я зажал опять клавишу Alt и создал маску. На которой сейчас я буду белой кисточкой уже прорисовывать, что мне нужно. Увеличиваю кисть. Так. И вот просто провожу в некоторых местах, где мне так сказать хочется. Компьютер меня очень не любит за это. Увеличиваю. Уменьшаю. Здесь она немножко не мешает. И продолжаю вот это все делать. Вот эта вот гадость. Блюрю все это очень аккуратно по... Ну, поработай с гранями. Это очень... Можно стереть просто все границы, и тогда у тебя вообще лица не будет. У тебя будет какая-то мазня просто. Это, конечно, мое личное мнение. Вот в плане вот такой обработки. Такого варианта. Но мне нравится людям, которые отдавал фотографии, тоже нравится. Поэтому я не вижу причины не выполнять такую обработку. Ну, вот так вот я все заблюрил. Любитель бы, какой-нибудь новичок, который только вчера, может, узнал, что такое слои, что такое блюр, зерно, он бы так и оставил, скорее всего, создав такую вот маску уродливую. Вот такую вот. Наложил бы просто человеку на лицо эту маску, и все. Я же здесь добиваюсь совершенно другого. Я чуть-чуть смягчаю просто твое лицо, чтобы не было морщин, прыщиков, вот этого всего. Чуть-чуть меньше было. Ну, где-то давай до 60. Вот, непрозрачный ставлю на 60. И смотрим, что у нас получилось. У нас вот без этой маски, и вот у нас с этой маской. Без маски, и с маской. Результат, я думаю, очевиден. То есть, без комментариев. Далее, слои. Объединяем эти слои. Они мне уже не нужны. Конечно, да, у всех свои какие-то варианты обработки. Далее, вот я о чем говорил. Ник софтвер ColorFX Pro. Тут целый комплект. Что делаю тут я? Я захожу в Cross Process. И выбираю, в каком Cross Process мне больше всего понравятся твои глаза. Ну, это мне не нравится уж слишком ядренно. Давай-ка, Т-04. Тоже как-то не то. Так, Т-01. Тоже как-то мне вот не подобрать. Я не помню, вот как я в прошлый раз делал. То есть, какой там был вариант. Скорее всего, Т-04 все-таки. Я все равно буду уменьшать ее прозрачность, поэтому разницы-то огромной нету. Так. Ну, давайте мы кае Т-04. Такие ярко-голубые глаза прям. Придется еще несколько секунд подожать, пока это загрузится. Я не использую полностью вот этот фильтр, набор фильтров. Я использую чаще всего именно вот в таких, такие моменты. Допустим, я знаю, что в Cross Process вот этом проявятся как-то глаза, они станут более голубыми. Вот как сейчас можно заметить. Вот были, вот стали. Все это можно заметить. Теперь я опять зажимаю клавишу Alt, добавляю маску. И опять кисточкой прорисовываю. Но только глаза, только глазные яблоки. Больше ничего. Вот я прорисовываю те глазные яблоки. И уменьшаю прозрачность, чтобы в принципе, чтобы было максимально реалистично. Я не хочу добиться какого-то нереальной глубизны глаз или еще что-то в этом духе. Я хочу просто добиться красивого, приятного оттенка. Вот они были. Вот они стали поярче. Более такие голубые. Более приятные на взгляд. Так, что же дальше? Дальше, в принципе, ничего сложного. Сохранение, уменьшение, подготовка к выкладке в сеть. Так. Ну, нажимаем фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. Я всегда пользуюсь умной резкостью. В принципе. Другая мне как-то неинтересна. Ну, теперь смотрим. Все. Применилось. Господи, я забыл, что хотел сделать. А. Автоматизация. Изменить размерность. Если для выкладки в интернет, то размер я, как правило, делаю 1000-1200 пикселей. Последнее время чаще 1200, потому что мелковато. 1000 как-то мелко. 1200. Где-то вот так. Захожу в автоматизацию. Изменить размерность. Здесь ставлю 1200 на 1200. Галочка не увеличивает. Снята. Вот здесь вот. Вот и получил, собственно говоря, вот такой снимок. Сейчас он у нас увеличится. Вот, собственно говоря, и он. Ну, не знаю, кому как. Такой вариант обработки. Можно еще вот поковыряться с фильтрами. Главное, что когда ты знаешь, что куда пихать, всегда все хорошо получается. Все. Все, что нам осталось, это преобразовать в профиль sRGB, потому что у нас монитор не понимает Adobe RGB. Ну, еще раз, конечно, скажу, что я не гуру фотошопа. Я не супермастер там какой-то. Это просто вот у меня личное видение, как можно обработать фотографию. И мне кажется, хуже она не стала. Да, может быть, есть косяки. Там еще кто-то сидел бы там, еще что-нибудь делал. Там коротную породку тебе сделал бы. Какой-нибудь там бронзовый цвет лица. И так далее, и так далее, и так далее. Но я это не буду делать, потому что это надо было все делать. Во время съемки должен работать визажист. Надо работать рамотно со светом, и так далее, и так далее. А это все уже потом. Значит, съемка превращается в тупо щелканье, а не в съемку. Так. Ну, все, в принципе, на этом.